Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. It has all been very interesting. Или «Благопристойная смерть». Доехать по северной линии метро до станции «Хайгет», долго идти по петляющим меж холмов улицам, остановиться перед глухой темно-серой стеной. Прежде чем войти в ворота, остановиться, перевести дух и вспомнить ту Англию, которую знаешь с детства, под Диккенсу, Булвер Литтону, Конан Дойлю и Голлсуорсе. Здесь, под густыми вязами и дубами, а впрочем, понятия не имею, как называется вся эта флора, нам, городским жителям, это ни к чему, она и похоронена. Та самая настоящая викторианская Англия, которая была, правила миром, и которой больше уже никогда не будет. Самое красивое из известных мне описаний Лондона принадлежит Иосифу Бродскому. Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы, сердце может только отстать от большого бена. Темзы катят к морю, разбухшие точно вены, и буксиры в Челсе дерут басы. Так вот, в Хайгейском кладбище нет ничего похожего на хрестоматийный образ. Ни воды, ни звуков, ни биения сердца, ни часов, которые в этом зачарованном кролевстве совершенно не нужны. Часы здесь остановились в царствовании последнего из Эдуардов, или, быть может, последнего из Георгов. В общем, в те времена, когда пакс Британника еще не распалась. С тех пор в старой, наиболее почтенной части кладбища больше не хоронят. Ибо все 50 тысяч участков со 166 тысячами захоронений заняты. И стук лопат не тревожит сон Великой Империи, над владениями которой треть суши, девять десятых океана, никогда не заходило солнце. Некрополь заполнил все свои вакансии. Перестал приносить доход и кормить многочисленный штат служителей. Век кладбища закончился, и город мертвых стал умирать. Все здесь пришло в запустенье. Утонуло в густых, совсем не британского вида зарослях. Сочетание чопорных надгробий и буйной растительности, порядок и хаос, пристойность цивилизации и неприличие стихии завораживает. Хайгейт – это какие-то диковинные викторианские джунгли. Невообразимая квинтэссенция киплингианства. Что-то вроде Маугли в смокинге и Багиры с тюрнюром на гибкой спине. Или представьте себе солнце Форсайта в головном уборе из перьев и пышной юбки из травы. Столь вопиющее нарушение этикета почему-то нисколько не нарушает общего впечатления благопристойности. Настоящих леди и настоящих джентльменов сконфузить невозможно, потому что они не утрачивают чувство собственного достоинства никогда и ни при каких обстоятельствах. И даже смерть – неоправдание для inappropriate behavior – неподобающего поведения. Высшее и восхитительнейшее проявление британской благопристойности – знаменитая предсмертная фраза писательницы Леди Монтегю. «It has all been very interesting». Все это было очень интересно. Дай Бог всякому попрощаться с прожитой жизнью столь же достойным и учтивым образом. Кладбище было создано в 1839 году, в самом начале правления королевы Виктории, как место упокоения для приличных людей, которые могли позволить себе заплатить 10 фунтов за динарную могилу, 94 за семейную или 5000 фунтов за великолепный мавзолей. Столь высокая плата обеспечивала эксклюзивность клуба. Разумеется, от новорижей и тургашей было не уберечься, но в вегетарианском обществе к деньгам относились с уважением. За выдающиеся успехи в коммерции ее величество жаловало выскочек, рыцарским званием и даже возводило в перы. А иноверцев на Хайгейте хранили у стенки, в неосвещенной земле, подальше от пристойного общества. Именно так, в дальнем углу и без креста, лежит великий Майкл Фарадей, принадлежавший к презренной секте сандемонианцев. Сто лет назад вид ухоженного, вылизанного Хайгейта у человека с воображением наверняка вызывал тоску и отвращение. Все эти стандартные каменные урны и казенно скорбящие ангелы олицетворяли убожество фантазии покойников, членов парламента, судей, генералов, банкиров. Их агрессивное стремление во что-то ни стало, даже после смерти, не выделяться. Но для застегнутого на все пуговицы общества жизненно необходимо некоторое тщательно дозированное количество чудаков. Викторианская эксцентричность прославлена не меньше, чем пресловутая издержанность. Не обошлось без сумасбродств, впрочем, не выходящих за рамки благопристойности, и на Хайгейте. Британские чудачества, в общем, известны и осенены данью традиции. Самая почтенная из них – любовь к животным. Вот почему среди кельтских крестов и облупленных гипсовых спасителей нет-нет, да и вылезет каменная морда о любимой собаке или кошке. Самый знаменитый из хайгейтских псов – огромный док кулачного бойца Тома Сайерса 1826-1865, кумира лондонской публики. Когда боксер умер, его провожала на кладбище десятитысячная толпа, а во главе траурной процессии в гордом одиночестве ехала в карете любимая собака покойного. От Тома Сайерса на памятнике только профиль. Собака же высечена в полный рост. Да что собака? На могиле владельца-зверинца Джорджа Вумвелла дремлет его любимый лев Нерон, славившийся при жизни благоразумием и мирным нравом. Да к тому же наверняка принесший своему хозяину немало прибыли. Еще причудливей смотрится проявление признательности придворного живодера мистера Джона Атчлера, который велел установить на своей могиле извоение коня. В обязанности покойного входило умерщвлять состарившихся или выборкованных обитателей королевских конюшен. И вот призрак этих несчастных холстомеров 150 лет стоит над скелетом своего убийцы и все стучит, стучит каменным копытом в крышку его гроба. Так кому Джону Атчлеру надо. Как люди-чудаки своими выходками расцвечивали монохромность викторианского общества, так и надгробья чудаки оживляют серый город мертвецов. Именно эти немногочисленные скульптурные безумства нелепая гранитная фортепьяна на могиле пианиста, тяжеленный воздушный шар на могиле аэронавта, теннисная ракетка на могиле фабриканта заставляют посетителя вздрагивать, напоминая о том, что вокруг него тесной невидимой толпой стоит 160 тысяч человек, которые раньше были живы, а теперь обретаются неизвестно где и, возможно, смотрят сейчас на досужего зеваку своими умудренными тайной смерти глазами. Впечатляют не только скульптурные безумства, но еще и надписи. Это особый вид литературного творчества, часто рассказывающий об ушедшем времени и его обитателях больше, чем сами извояния. На хайгийских стеллах, как положено, по большей части встречаются краткие севи и приветы от родственников, а также стихи, в основном неважного кладбищенского качества. Но попадаются и маленькие шедевры. Например, четверостишья, высеченные на памятнике профессора-атеиста. Я не был, а потом я стал, живу, работаю, люблю, любил, работал, перестал, ничуть об этом не скорблю. Ни одно маломальски известное кладбище не обходится без знаменитости. Когда некрополь переполняется и перестает функционировать, от бульдозера эту бесполезную зону отчуждения может спасти только магия громких имен священных для потомства. Чем, в конце концов, заканчивается, понятно. Цены на недвижимость дорастают до отметки, делающие сентиментальность глупым расточительством, и тогда самых прославленных покойников перезахоранивают, а всех прочих оставляют лежать, где лежали, но уже без памятников и надгробий. Хайгейт пока еще держится. В значительной степени благодаря двум-трем именам, из-за которых кладбище непременно присутствует во всех путеводителях. Тут есть звезды, так сказать, местного значения, те, кто был славен при жизни и совершенно забыт теперь. Например, легендарный полиглот Луи Приво, который, как яствует из надписи на памятнике, говорил более чем на сорока языках. Или виртуоз хирургии Роберт Листон, впервые применивший наркоз и умевший произвести ампутацию ноги за 30 секунд. Или истинный изобретатель кинематографии Вильям Фрис Грин, славу которого похитили коварные братья-французы. Впрочем, эти могилы не в счет. Им Хайгейт не спасти. Другое дело фамильное захоронение семейств Диккенс и Галсуорси. Эти имена способны наполнить благоговением в сердце любого британского Лопахина, вырубателя вишневых садов. Беда в том, что оба титана в Хайгейте присутствуют, как теперь говорят, виртуально. Прах Чарльза Диккенса по воле королевы Виктории покоится в Вестмитлорском аббатстве, а именно Хайгейтской стели произвол брошенной жены, которая пожелала хотя бы посмертно восстановить разрушенную семью. Не верьте и надписи на могиле Джона Галсуорси. Его пепел, согласно завещанию, развеян над полями кладбища, где хоронили форсайтов, от писателя остались лишь буквы, вырезанные в граните. Отсутствие на Хайгейте останков Диккенса и Галсуорси, пожалуй, символично. Хайгейт задумывался как кладбище не для гениев, а для надежной опоры престола, для богобоязненной буржуазии, для верхушки медл-класса, то есть для самой английской из Англии. Тем чуднее, что главная звезда Некрополя, его добрый ангел-хранитель, не англичанин, не христианин и, к тому же, лютый враг буржуазии. Здесь, в новой части их кладбища, похоронен основоположник коммунизма Карл Хайнрих Маркс. Если местный муниципалитет завтра объявит, что Хайгейтское кладбище ликвидируется из-за нехватки средств, можно не сомневаться, что великий Китай и менее великая, но еще более верная марксизму Северная Корея немедленно возьмут викторианский заповедник на свое иждивение. Да и сегодня могильщик капитализма является главным кормильцем для своих соседей-эксплуататоров. Именно к нему, Грозному и Бородатому, приезжают делегации и индивидуальные паломники. И каждый платит кладбищу за вход. У памятника Марксу всегда живые цветы. Об этом я когда-то слышал не то на уроке обществоведения, не то на классном часе. Приехал через много лет, убедился. Истинная правда. Торжество немецкого иммигранта над современниками еще нагляднее по контрасту с соседней могилой непримиримого марксова врага философа Герберта Спенсера, который при жизни был куда славнее и влиятельней, а теперь исполняет роль гарнира при могиле номер один. И поминается разве что в любимой хайдинской шутке, обыгрывающей название популярной сети универмагов Маркс энд Спенсер. Впрочем, в британских некрополях парадоксальность посмертного соседства вещь обычная. В Вестмистре, например, Мария Кровавая и Елизавета Великая лежат в одном саркофаге, хотя, как известно, первая усердно истребляла протестантов, а вторая столь же истово изводила католиков. Памятник Марксу, пожалуй, хорош. В нем есть и мощь, и трагизм, и энергетика, так что в памяти возникает не портрет с первомайской демонстрации, а живой человек, так драматично повлиявший на ход мировой истории, и в том числе на нашу с вами жизнь. Карл Хайнрих был человеком сильных страстей. Рассказывали ли вам в школе, что в юности он дрался на дуэли, и что над левым глазом у него остался сабельный шрам, что последние главы Капитала он писал стоя, не мог сидеть из-за фрункулов на седалище, и грозно приговаривал, ну, попомнят буржуазии моей чирии, что он очень гордился аристократическим происхождением жены, и настоял, чтобы на визитной карточке у нее было написано «Урожденная баронесса фон Вестфален», что основоположник сделал своей экономке Хелен Дэмут ребенка, и что Энгельс, настоящий друг, объявил виновником себя, что ради спокойствия фрау Маркс младенца отдали в чужие руки, и что теперь все трое, и Карл, и Женни, и Хелен, мирно лежат под одной плитой. А еще здесь покоится урна с пеплом любимой дочери, философа Элеоноры, которая отравилась из-за несчастной любви. Много лет этот сосуд простоял в штаб-квартире британских коммунистов, потом был арестован полицией и переместился в хранилище Скотленд-Ярда. Воссоединение с семьей состоялось лишь в 1954 году, когда Марксов переселили с одного кладбищенского участка на другой, более престижный. Не надо было этого делать. Покой мертвых нарушать ни в коем случае нельзя. Мудрые жители Древнего Китая хорошо это понимали и за вскрытие могил карали смертной казнью. Какой бы важной ни казалось живущим цель эксгумации, все равно трогать покойников не стоит. Только сделайте хуже и им, и себе. Взять хоть Маркса. Пока коммунисты не решили его возвеличить, собрав деньги на перезахоронение и монумент, дела у марксизма были в полном порядке. Он триумфально шествовал по континентам, очаровал треть населения Земли и объединил почти всех пролетариев. Но стоило светотатственно вторгнуться в подземное обиталище Карла Хайнриха, и на голову его последователей обрушились на пасти одна ужасней другой. Сначала разгром сталинизма и венгерский мятеж, потом конец великой дружбы СССР и КНР, двух главных социалистических держав, etc., etc., вплоть до полного краха коммунистической идеологии. История Хайгинского кладбища богата эпизодами, демонстрирующими вред и тщету эксгумаций. Скандальнейшая из них произошла в декабре 1907 года, когда из земли извлекли гроб некоего Томаса Дрюса. Невестка и внук этого торговца с Бейкер-стрит, умершего почти полувеком ранее, утверждали, что под именем Дрюса скрывался герцог Портенский, известный чудак и мизантроп, который якобы прорыл из своего дворца подземный ход на Бейкер-стрит и в течение долгих лет имел две семьи и вел двойную жизнь. Пэра-миллионера и скромного лавочника. Спор, разумеется, возник из-за права на наследство. Дрюсы 10 лет судились, добиваясь санкции на извлечение гроба. Добились. И что же? В могиле лежал не герцог, а плебей. Для одних участников скверной затеи дело закончилось сумасшедшим домом, до других – тюрьмой, до третьих – бегством из страны. Что же до бедного, безвинно потревоженного Томаса, то у меня имеется гипотеза на сей счет, но о ней чуть позже. Сначала поговорим о странностях любви. Жил-был художник-прерафаэлит Данте Гебриэл Рассетти. Он безумно любил очень красивую девушку с волосами цвета испанского золота. Звали ее Элизабет Сиддал. Для кружка-прерафаэлитов Элизабет была богиней красоты, и почти все они запечатлели ее на своих полотнах. Самая знаменитая, растиражированная уже чуть ли не до конфетных коробок – Офелия, кисти Джона Эверетта Миллеса. Элизабет позировала, часами лежа в ванне, среди цветов. Простудилась, заболела чахоткой, стала медленно угасать. Умерла молодой, вскоре после того, как Данте Рассетти на ней женился. Безутешный живописец положил в гроб пухлую рукопись своих стихов, посвященных любимой. Это был необычайно, да китча красивый жест, совершенно в духе прерафаэлитизма. Но шли годы, воспоминания о любви поблекли, а кроме того, Рассетти решил, что он все-таки в первую очередь поэт, а не художник, и ему ужасно захотелось издать свои лучшие стихи. Так произошла самая жуткая из хайгинских эсгумаций. Глубокой ночью при свете костра и масляных ламп разрыли землю, открыли крышку гроба. Очевидцы говорят, что Элизабет за семь лет не истлела и лежала все еще похожая на Офелию. Рука в перчатке осторожно отвела в сторону знаменитые золотистые пряди, взяла листки, лежавшие близ мертвого лица, и покойницу упрятали обратно. Вся эта история, конечно же, послужила отличной рекламой для книги. Только вот поэтической славы автору стяжать не удалось. Стихи были жестоко раскритикованы газетчиками. Рассетти лишился сна и покоя, весь остаток жизни терзался угрызениями совести, а когда умер, велел похоронить себя не в семейной могиле, а подальше от Хайгейта, вселявшего в него мистический страх. Что за рассказ о кладбище без поминания жути и нежити? 50 тысяч заросших травой и кустами могил и ни одной живой души, во всяком случае в старой части кладбища, куда не попадешь без сопровождающего, это уже само по себе зрелище неуютное. Даже в дневное время здесь царит абсолютная противоестественная тишина. Старые деревья так тесно сдвинули свои кроны, что уже в нескольких шагах от аллеи очертания надгробий тонут в полумраке. Идешь и физически ощущаешь на себе пристальный взгляд множества глаз. В 20 веке Хайгит обветшал, одичал. Когда сюда перестали ходить люди, здесь расплодились редкие для городской черты птицы, ежи, даже лисы. Но птички и ежики это ладно, не страшно. А вот на лисицах задержимся. Мне, как японисту, очень хорошо известно, что лисица – зверь непростой. По-японски он называется китсуне и вызывает у храбрых потомков самураев суеверный ужас. Всякому японцу известно, что китсуне – это оборотень, который способен прикидываться человеком и выкидывать всякие кошмарные штуки. Он похож на европейского вервольфа, только гораздо хитрее и изощренней. Поэтому встреча с кладбищницкой лисицей ничего хорошего не сулит. Особенно, если это не обычное кладбище, а хайгейт, где в свое время так увлекались эксгумациями. Ну ладно, еще выплывет из-за поворота фальшивый герцог Портлинский. Укоризненно потрясет седыми бекенбардами, щелкнет крышкой от серебряных часов и прошествует себе дальше. Все-таки коммерсант, солидный человек. А если из-за позеленевшего от мха склепа выглянет золотолосая красавица с потухшими очами и тихо прошелестит «Отдай мои стихи!» И уж совсем жутко делается, когда представишь косматый призрак отстревоженного Карла Маркса в мертвенном свете луны. Призрак бродит по Европе. Не будем забывать и о том, что именно здесь, скорее всего, похоронен кровожадный Джек Потрошитель, так и не найденный лондонской полицией. Этот кромсатель уайт-чепельских проституток, судя по имеющимся уликам, принадлежал хорошему обществу. Раз так, то где же еще ему было найти покой, если не на Хайгейте? Только вот могла ли такая душа упокоиться, хотя бы даже и после смерти? Это еще не все. В библиотеке лондонской мере я наткнулся на книгу о хайгейских вампирах, которые лет 30 назад расплодились в здешних кущах. Автор книги приводит выдержки из газет, в которых говорится об оторванных головах и прокушенных артериях. Но больше всего меня впечатлило не смыкование ужасов, а незатейливые свидетельства местных жителей. Я возвращался с работы домой. Был примерно полдесятого вечера. Шел под Свейнс Лейн вдоль кладбища. Вдруг вижу, мне навстречу быстро скользит какая-то фигура, совершенно без шума. Я ужасно испугался, а потом гляжу, никакой фигуры уже нет. Газета Хемпстед и Хайгейт Экспресс 20 марта 1970 года. Выдумки желтой прессы, думал я, сидя в светлом читальном зале. С удовлетворением прочитал в другой, более благоразумные книжки, что в 70-е годы на кладбище стали наведываться борцы с вардалаками. Вскрыли несколько могил, пронзили сердца покойников осиновыми колами, кто-то из густбастеров даже угодил за это в тюрьму. Так им, вандалам и надо, решил я, но попав на кладбище, я увидел, что входы в некоторые склепы тщательно заложены кирпичом и снова вспомнил нехорошую книжку. И автор писал, что двери нескольких особенно подозрительных гробниц замурованы. Слава Богу, я был не один. Меня сопровождал туземец, местный хранитель и смотритель. Этот седовласый джентльмен, член общества «Друзья Хайгельского кладбища», за небольшое пожертвование согласился провести меня в дальний, почти нехоженный конец Некрополя. Мне хотелось побывать на могиле чудака по имени Джеймс Холмэн, который, будучи совершенно слепым, отправился в кругосветные путешествия и написал книгу о том, что он слышал, обонял и осизал в заморских странах. Показав назумурованный склеп, я игриво спросил провожатого, правда ли, что это профилактическая мера против вампиров? Мой Чичерона до 7 минут весьма разговорчивый вдруг замолчал. Ответил не сразу и как-то очень коротко. Чушь, идемте дальше. Он как-то вдруг помрачнел, отвел взгляд, еще не то причмокнул, не то цыкнул зубом. Вероятно, это был английский юмор. Но день клонялся к вечеру, от могил веяло холодом, над камнями начинал клубиться туман. Я гляделся по сторонам и вдруг увидел, что из-за куста на меня пристально смотрит низкорослый кореностой старик с побульдожьей бреластыми щеками и дряблым подбородком. Готов поклясться, что секунду назад его там не было. Незнакомец сглотнул, провел рукой по коротко стрижным седым волосам, его черные глаза прищурились, блеснули, и мне стало здорово не по себе. Кое-как, распрощавшись с гидом, я направился к выходу, уговаривая себя не оглядываться. В конце концов, что за ребячество? Но шаги сами собой делались все длиннее, все быстрее. Материя первична. Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной. Тот, кажется, что-то почувствовал. С каждой секундой ускорил шаг. Но это были пустяки. Главное не ошибиться. Поглядывая напугливо вжатый в плечи затылок позднего посетителя, Мавр быстро всасывал воздух сверхчуткими ноздрями. Русской это хорошо, это просто замечательно. Чудесная, аппетитнейшая нация. Вкуснее них разве что северокорейцы. Так, что еще? Некрещеный, хорошо. Не ходит в церковь, значит, материалист. Отлично. Был членом Коммунистического союза молодежи с 1971 по 1984. Превосходно. В невесомом скачке Мавр перелетел через каменного ангела и возбужденно чмокнул, предвкушая, как захрустят под зубами упругие позвонки, как горячим толчком щекотнет небо кровь. «Только не увлекаться, не высосать всюду донышко. Это будет глупый, мелкобувазный эгоизм». Многообещающий посетитель пулей вылетел за ворот и облегченно перевел дух. Пошел вдоль стены, даже принялся насвистывать, успокоился. Ну и славно. Сейчас адреналин у него сойдет, кровь утратит горьковатость, перестанет пениться. Мавр никогда не любил игристых вин. Он скользил над землей, отделенный от русского террориста каменной стеной, который мог перелететь одним прыжком. Опыт научил, торопиться нельзя. Это небезопасно. Насосешься к какой-нибудь дряни, а потом мучаешься в самом начале своей хайгетской жизни, только-только открыв, что материя нуждается в подпитке. Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, что сдуру гулял ночью вдоль кладбища. Последствия были ужасны. То есть, с одной стороны, гипотеза подтвердилась. Процесс разложения повернул вспять, и материя полностью восстановилась. Но нравственно психологический эффект поверг Мавра в настоящую панику. Сознание раскисло, разнюнилось, подточенное гнилой филистерской моралью. Появились мысли, которыми он при жизни ни разу не задавался. Например, как он мог взять на себя такую чудовищную ответственность. Ведь понимал, что за гремучую смесь заваривает в своем кабинете. Не лучше ли было обратить свою интеллектуальную мощь на что-нибудь менее разрушительное? Разве не тошнила его всю жизнь от так называемых народных вожаков и всякого рода революционериков, жадных до власти, безжалостных, самолюбивых? Разве он не понимал, что такое диктатура пролетариата? Не пришел в ужас от массовых расстрелов парижской коммуны? Зачем же тогда он потратил столько лет и столько сил, чтобы приблизить кровавое торжество социалистической революции? Не уж-то из-за одних только фурункулов на заднице и злобы на пиявах кредиторов? Никогда еще ему не было так скверно, но могучая воля возобладала над отравой буржуазности, и впредь Мавр стал разборчивей в выборе пищи. О, беспринципность и всеядность, стали причиной гибели многих, слишком многих лжематериалистов, не выдержавших испытания. Учить всех этих оппортунистов без малейшего исключения была печальна. Они, те, кто верил в первичность материи и потому был привязан к ней намертво, делились на две категории. Во-первых, мягкотелые либералы, вроде бедняжки Женни, как он мечтал после своих похорон вновь казаться с ней рядом, с единственным по-настоящему близким человеком, принимавшим его целиком и все ему прощавшим. Но вместо Жени его ждали в могиле одни лишь кости. Нет, она не могла его предать, перекинувшись на сторону идеализма. Это исключено. Женя искренне верила в то же, во что верил ее супруг. Она никогда не умела притворяться. И, попав на кладбище, она, конечно же, быстро почувствовала, что без притока свежего гемоглубина белковая материя скоро распадется. Но Женя никогда не стала бы пить кровь. Чересчур добренькая, плюс аристократические предрассудки. Как это можно укусить незнакомого человека за шею? Хо-хо-хо! Вот и сохло, превратилось в ничто, а значит, все-таки предала. Про служанку Ленхен и говорить нечего, в землю опустили бессмысленный кусок мертвого мяса, темная отсталая женщина. Пади едва умерла, сразу же кинулась к своему боженьке вымаливать прощение для хэра доктора. Вторая категория лжематералистов. Неразборчивые в средствах хапуги, пошедшие по стопам перерожденца и предателя рабочего класса Лассаля. Именно такие в 20 веке и погубили великое дело марксизма. Не в силах терпеть лишения и голод, они кидались на первого же посетителя и очень, очень скоро, согласно законам диалектики, материя начинала главенствовать над их сознанием. Налакавшись классово-чуждой крови, они сами превращались в добропорядочных буржуа, обрастали идеологическим жирком, начинали заигрывать с боженькой. Пройдет пара лет, глядишь, и нет былого материалиста. В могиле осталась одна тухлятина. Из долгожителей на Хайгейте кроме Мавра остался только Джек. Но они уже больше ста лет не разговаривали, даже не здоровались. Поздороваешься с таким, ты ему «гуды ивни», а в ответ слышишь «слава Люциферу». Вот он, закономерный итог безмозглого прудонизма. Жалкие торопыди, не понимающие, что революцию не приблизишь мелкими провокациями и политическим терроризмом. Пока был жив, Джек кромсал несчастных лондонских шлюх, чтобы вызвать в трущобах погромы и народный бунт, который, как он считал, перерастет в анархическое восставие. Ну, потом эти вальчепельские сутенеры, не надеясь на полицию, сами выследили потрошителя, без шума пререзали и кинули в сточную канаву, как жертву обычного ограбления. Вот, когда его новенького привезли сюда, соскучившись по собеседникам, Мавроплтаусов толковать ему, что подобным методами классовое самосознание у пролетариата не пробудить. Какие приводил аргументы, какие примеры из истории? Только бисер металл. Эта свинья повадилась жрать свежую мертвичину и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ох, уж эти метания бунтарей из среднего класса! Сто двадцать лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, когда дух, не духа, сознание, привязано к материи. Да, всякое было, тощие годы, тучные годы. Начало было совсем скудное, будто и не умирал. Как всю жизнь провел в погоне за куском хлеба, так и здесь существовал впроголодь. Смерть материалиста явление прозаическое. Мавр ее почти что и не заметил. Сидел дома на Мэтленд-Парк-Роуд в любимом кресле, смотрел на огонь в камине, закашлялся и что-то лопнуло в груди. Хотел позвать дочь, но звука не получилось, да и рот не открылся. Тусь сама вошла минуты через две, подошла, наклонилась и вдруг как закричит «Мавр, мавр, о, господи, господи!» Только услышав, как дочь в его присутствии произносит это запрещенное слово, он понял, что произошло. Никакого страха не испытывал. Одно любопытство. Ну, тика, а что дальше? Неужто к боженьке на судебное разбирательство? Он черт из-два! Вдруг увидел комнату сверху. Плачет женщина, укутанный пледом старик свесил голову на грудь. По морщинистому подбородку течет слюна. Свою знаменитую бороду он обрил еще полгода назад. Надоело! Только сфотографировался напоследок. Мавра потянула еще выше к самому потолку, но он строго прикрикнул о себя. Сознание в отрыве от материи не существует. И в тот же миг снова оказался в собственном теле, совершенно немевшем и неподвижном. Потом были похороны преотвратные. Сколько раз он воображал, как его будут провожать в последний путь сотни тысяч пролетариев, как произнесут над Котофауком пламенные речи и торжественные клятвы. Ну, еще как же, как же. Гроб был самый дешевый, за четыре с половиной фунта, венок такой, что лучше бы вообще не было. На кладбище соизволили прийти всего одиннадцать человек. Правда, генерал сказал хорошую речь, но когда, разойдясь, крикнул, что имя и труд усопшего переживут столетия, маловер-липкнехт поморщился, а кое-кто даже усмехнулся. Мавр видел, после смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы. Поплакала одна Туси, ее дуреху было жалко. Внезапно Мавр увидел, как она умрет, сопрокинув голову выпит синильную кислоту. Мужчина, который обещал уйти из жизни вместе с ней, пить яг не встанет, посмотрит на корчущуюся в предсмертных муках любовницу, брезгливо скривится и выйдет. Ему умирать рано, у него есть другая женщина, помоложе и покрасивей. Будто услышав его безмолвное предостережение, дождь заревела в голос, так что конца речи Мавр толком не слышал. Генерал первым бросил на крышку гроба горь земли, только не к червям, услышал его мысль покойник. Сначала кремация, потом прах развеет над морем и одью. Старина Фридрих всегда был легкомысленным, ему не хватало настоящей твердости. Как он гордился своим воинственным прозвищем, не догадываясь, что все над ним подтрунивают. Хорош генерал, неделю провоевал, а после только на листью охоту катался, дабы не растрачивать кавалерийские навыки. Чтобы дождаться победы пролетариата во всем мире, нужно иметь крепкие нервы и стальное терпение. прах над морем для настоящего материалиста непозволительная роскошь. А ведь было время, когда казалось, что ждать осталось недолго. На смену тощим годам пришли тучные. В самом захудалом уголке буржуазного кладбища все чаще стали появляться посетители. Сначала поодиночке, потом целыми делегациями. Чахлые букетики сменились венками с лентами чудесно сочного кровавого оттенка, зазвучали разноязычные речи, а потом свершилось триумфальное переселение в самый почетный квартал Хайгейта, увенчанное возведением памятника. В камне Мавр был увековечен таким, каким никогда не был при жизни. Титаническим, грозным, богоподобным. Жаль, что Чван и Спенсер не был материалистом и не досуществовал до этого векого дня, а то вы изгрызли свою могилу от зависти. Десятилетия, за десятилетия Мавр питался, как в лучшем ресторане, бесшумно подкравшись к одиночному паломнику или затесавшись в толпу, не спеша принюхивался, выбирал объект поаппетитней и обстоятельно, без жадности, лакомился. Бывало, приложится к одному другому, на десерт оставит какую-нибудь социал-демократку с затуманенным взглядом и в каждой ранке оставит немножко своей слюны, чтоб укушенный вынес с Хайгейта частицу великого Карла, тот, кто марксизм зашагал по миру. Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата. Мавр понял это. И еще когда члены коммунистических делегаций обзавелись дорогими габардиновыми пальто и отрастили мясистые щеки, в их крови все явственнее ощущался привкус жира, так что она стала трудноотличимой от крови какого-нибудь банкира или брокера. А потом случилась катастрофа. Уже больше десяти лет Мавр существовал в проглоге. Делегации появлялись все реже, одиночные материалисты и вовсе исчезли. Теперь приходили одни туристы с фотоаппаратами и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную бороду пролетарского мессии. Последний раз по-настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голодухи напился до икоты густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые закорючки. Кровь жителей острова свободы оказалась зараженной микробами желтого дьявола. С тех пор прошло два месяца. За все это время ни одного маломальски съедобного материалиста. Активисты местного отделения компартии, ежедневно приносящие на могилу по красной гвоздики, не в счет. Они все кусаны перекусаны. В их жилах вместо крови одна маврова слюна, чтобы кожа не покрылась трупной зеленью и не рассохлись суставы, приходилось подкармливаться суррогатом. Но от этого, во-первых, притуплялось рациональное мышление, а во-вторых, в сединок начинала проступать мерзкая рыжина. Еще немного и начнешь по ночам выйти на луну. И вдруг настоящий русский лысый с бородой совсем как тот другой, что пришел на могилу сто лет назад с алой розой в руке. Ах, какая у него была кровь! В меру острая с пикантной горчинкой, чуть-чуть охлажденная. Мавр сдобрил ее своими ферментами, и она вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденько, идем назад, на съезд!» воскликнул русский, обращаясь к своей кучеглазой спутнице. «Я покажу этим импотентам и поэтическим по институткам что такое диалектика!» Ах, 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 возбудившись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду, засеменил по ее гребню, готовый вспрыгнуть на закорке одинокому пешеходу. Момент был идеальный. На узкой дороге, зажатой, между стенами обеих половин кладбища было пусто, ни машины, ни велосипедистов. Последний, самый глубокий вдох перед прыжком. Стоп! Что это за гнусный запашок? Мавр часто-часто задвигал широкими ноздрями. Не может быть! Строгий выговор с занесением в учетную карточку в 1982 году. Регулярная неуплата членских взносов. Спал на лекциях в университете марксизм-ленинизма. За кого? За кого он голосовал на выборах? Какая гадость! Мелкобуржуазное отрепье, гнуснейший ливералишко, вроде четырежды рогатого ословельныха или ренегата Гервига. Тьфу! Мавра чуть не вытушнила. Он брезгливо отвернулся и зажал нос. Надо же! Чуть не напился отравы. Беднягу зашатало, близился голодный обморок. Но тут, о, счастье, Мавр взглядел под ракитовым пустом суррогат. Взмыл воздух, упал на тощую серо-рыжую спину и впился зубами в мохнатый затылок. Урча и выплевывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь. Подумал с мрачной иронией. Жалко нет генерала. Он обожал лисью охоту. Ко всему привычная кладбищенская лисица стояла смирно, ждала, пока вампир насытится, и лишь бы изливу прижимала к макушке изъеденные блохами уши. КОНЕЦ